главное мы добились вот чего мы добились о том что у нас ничего не пищит не звонит и нету эх то есть мы сейчас нормально как мы теперь видим значит сейчас все в порядке остался последний шаг до последний шаг дорогие друзья а этот шаг заключается в том что мы должны пригласить елена порезку которая никак не может войти она входит вообще непонятно куда она входит прохожу по ссылке но попадает другое место я ее подсоединю в конечном итоге если не получится через через skype но это никак не отражится не отразится на том чем мы пытаемся сейчас заниматься вот ждем ее еще как говорили школе 5 минут и уходим да нет я шучу у нас есть у нас есть геннадий лобанов я сейчас включу камеру сейчас секундочку камера не включается на меня и не надо на самом деле это уже не имеет значения так и мы ждем елена порезку то есть дорогие друзья идея нашей передачи заключается вот чем мы сейчас я буду показывать какие-то вещи и мы будем тестировать способности наших парапсихологов экстрасенсов они понятия не имеют о чем сейчас будет идти речь буду пытаться предлагать какие-то вопросы то есть какой-то совершенно нелепый аналог всем известных битвы экстрасенсов но абсолютно в другом формате и не преследует той цели которые преследуют битва геннадий я задал вопрос энергетическое целительство это основное направление твоей деятельности правильно хорошо энергетическое целительство растений как ты к этому относишься но помогать можно ли вылечить растения ну то есть мы сейчас я почему задаю такой вопрос потому что мы находимся в стадии эксперимента я такой вопрос задал какое-то время назад и геннадий сказал о том что пробовать надо вот мы это дело пробуем и я отправил фотографию этого растения и сейчас ты уже приступил к работе с этим я сегодня это самое все три фотографии ваших раскладывала делал через установку надо теперь ждать смотреть еще буду делать это за один сеанс не делается не не я просто задал вопрос то есть такой вариант можно да такой вариант возможно а конечно возможно хорошо тогда мы посмотрим результаты этого я буду так сказать докладывать мы будем общаться мы встречаемся раз в неделю по пятницам и селена преской с геннадием лобановым поэтому значит пожалуйста можете задавать свои вопросы дорогие друзья и обращаться если кому надо хорошо тогда мы сейчас приступим конкретной теме нашей сегодняшней а речь идет о том что я буду показывать фотографии ну а геннадий пока геннадий нету елены к сожалению пока но будем надеяться что на подсоединиться все таки сейчас я покажу фотографию вот эта фотография молодого человека дата рождения этого молодого человека сейчас скажу у меня тут написано ну еще раз это детская фотография до а вопрос номер один первый сколько этому молодому человеку лет и когда она была сделана так сейчас ему где-то лет сорок сорок пять сделана она вот в пятилетнем возрасте ну вот сделаем по фотографии определить естественно можно да но когда она сделана и сколько лет это можно отнять тогда и понять когда она сделана потому что она рассказал вам наугад ну наугад наугад не надо выше про психолог поэтому надо говорить так как ну то что вы видите то вы и говорите хорошо можете обрисовать этого человека его качество этого человека и во первых он жив сейчас жив но есть проблемы со здоровьем жив но есть проблемы со здоровьем да хорошо а какие проблемы со здоровьем он жив да сейчас секунду есть проблемы с печенью а сейчас одну секундочку вот мне елена отвечает сейчас я попробую ее подсоединить и мы вместе будем беседовать ну вот так елена у нас на скайпе с бубликом это радует то что у нас бублик есть мы видим елену с бубликом бублик ей помогает елена здравствует привет майкл привет да долго долгие у нас были попытки соединиться но главное что мы есть значит лена я не знаю сможешь ли ты это увидеть я сейчас показываю одну фотографию дайка я выключу камеру она не нужна так фотографию как это мне сделать сейчас попробую сделать я буду показывать а получается два скрина но тем не менее вот я показываю фотографию молодого человека видна фотография лена да видно окей ну и геннадий ее видел и он сказал значит о чем идет речь вот сейчас будет интересно еще раз повторюсь дорогие друзья и дорогие экстрасенсы вы не знаете и не знали о том о чем я буду с вами говорить а то есть смотрите есть люди которые не могут сожалению по разным причинам прийти к вам на сеанс есть люди которые имеют множество каких-то проблем мы сейчас не говорим о неверующих а каких-то которые потом будет писать там сжечь на костре всех экстрасенсов о том что они все шарлатаны могу вы мне может конечно поверить на слово а вот и не поверят дорогие друзья обращаюсь и те кто сейчас смотрит те кто будет смотреть эти экстрасенсы которые у нас на канале центра самгейс они настоящие потому что я не допускаю причем категорически не допускаю низких вибраций как говорится и каких-то вещей которые не хотят помогать человеку наоборот поэтому здесь находятся те люди которых я лично проверял а тоже обладаю качествами и они это знают но в данном случае я сегодня руководитель центра самгейс и связующее звено между какой-то информацией центр самгейс центр информации это необходимо чтобы вы знали о чем идет речь вот эти люди которые не могут посетить и прийти на сеанс к экстрасенсам они действительно обладают способностями так вот сейчас речь идет о том что как аналог вы могли бы если бы захотели но вот такие фотографии показать или о чем-то рассказать сами для этого будет организована безусловно отдельная группа потому что это частная информация она не может быть выложена в публичные сайты и если понадобится частная конкретно тогда вы будете беседовать с ними на прямую я тут и не нужен я сейчас пока что говорю о том какие возможности это нам предоставляется предоставляет вот эти люди и так лен геннадий вопрос был первый сколько во первых жив ли этот мальчик это фотографии естественно в детском возрасте сделано сколько лет сейчас вот этому мальчику скажи пожалуйста геннадий дал свою версию ты ее не знаешь ты подключилась позже ну у меня первое выпадает что в принципе он не мертв то есть это мужчина уже вроде взрослая но у него сколько лет примерно уже есть какие-то проблемы сколько лет примерно хотя вот выпадает как бы возможно даже проблема смертельная какая-то опасность или что-то но сколько ему лет может ответить по моим ощущениям выпадает как бы не не молодой человек это взрослый уже ну сколько 20 30 40 50 сколько не буду говорить не хочу дальше значит поехали дальше значит этому мальчику сейчас он родился его зовут андрей он родился вот здесь у меня написано 27 мая 1987 года ну взрослый человек сложившийся ну это уже понятно можно дату уже имеет но я до этого тоже сказал что он взрослый сложившийся человек но я по датам не оговорю не даты и день предсказания что завтра будет то-то я такие вещи не говорю давайте мы перейдем геннадий у которого мне уже сказал значит сколько ему лет и есть какие-то проблемы что можно сказать еще раз какие проблемы с этим человеком и мы перейдем следующую фотографию геннадий пожалуйста но есть проблема с печеночкой ну связано может быть чуть-чуть неправильным питанием и плюс алкоголь что-нибудь еще парень конечно я скажу так он сам себе на уме довольно таки есть он не слабенький в том плане что у него есть сила воли может быть даже чем-то и обладает хорошо так дальше все больше есть что-нибудь сказать или нет пока не вижу еще хорошо что то что сейчас он на нем висит это сделано тогда было это физическое явление я могу сразу сказать висит ту информацию дорогие друзья мы потратили очень много времени на соединение на разборке этого времени больше нету или вопрос ответ вопрос очень есть вопрос есть ответ да нет почему никого не интересует и сейчас нету времени лена есть возможность добавить об этом мальчике что-то или нет тогда я сам расскажу про него нет перейдем следующий у мальчика есть проблема это серьезно вопроса за здоровьем есть да проблем прежде всего психосоматического характера то есть человек в принципе с детства имел какие-то проблемы достаточно одинокий человек хотя может быть общительным с кем-то в чем-то он стабилен идеализирует очень мир постоянно внутренние конфликты возможно проблемы в любовных отношениях как будто бы не совсем кто имеет по жизни что хотел бы потеря отношений каких-то его переживания постоянно очень в себе любит копаться возможно фоне этого есть и физические какие-то проблемы которые заложены при рождении у этого ребенка связано с негативом который был на родителях то есть как будто бы их не вот внутренние какие-то трения друг с другом или негатив на их семью ну как бы сделал его ответственным за это как будто бы все равно вот несет какой-то себе постоянный внутренний кризис но при этом внешне это может не показывать абсолютно хорошо понятно 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 спасибо теперь давайте я пару слов скажу значит то что сейчас сказала елена форецкая я абсолютно справедливо он ну так сказать можно сказать одинок он живет один он живет в городе чикаго он живет в своей квартире он работает но у него друг есть один это собака его собака с которой он общается но очень общительный в принципе да но вот какая то есть вещь которая ну вот не позволяет ему так сказать выйти хотя за пределами всего этого да ну не буду сейчас рассказывать там всякие все эти вещи как что и почему и в детство уходить повторяю хорошо знаком с этим молодым человеком могу сказать вот что по поводу здоровья он был на войне он был на войне потому что ну как мы знаем в америке больная наемная армия это марин или морская пехота на острие атаки если что-то произойдет он четыре года там отпахал и был в японии и был ну много где он был короче говоря и заработал там проблемы в физическом плане то есть он был командиром расчетного какого-то там где стреляли эти гранатометы типа такого я насколько я знаю ну и это все взрывается и довольно громко взрывается то есть у него потеря слуха на на одинок сорок процентов а в основном внешне никак ну и дальше это очень тяжелая пахота очень тяжелая пахота это нести на себе обмагирование марш-броски на 250 километров без без воздуха практически и вести с собой но порядка все это время вести с собой кто-то по очереди везет огромное количество этого всяких там припасов обмагирования это очень тяжелая работа вот там он и надорвал себе спину то есть у него проблемы со спиной с позвоночником а вот это такие вещи это по поводу него дальше мы перейдем к другой фотографии сейчас я вам ее покажу ну вот эта женщина что-то у ней не так как а имя женщины скажи меня лиля лиля вообще у этой женщины какие-то фатальные проблемы возможно потери какие-то были хорошо какая-то какая-то ограниченность возможно сама она в не очень хорошем состоянии либо тоже может быть ну как несет отпечаток какой-то трагедии это фотография вот вообще это лиля внутри себя геннадий да женщин у него давайте я сразу скажу время у нас к сожалению не очень много значит смотрите елена была права женщина нет она умерла уже наверное лет пять проблема у нее было брест кинца рак груди она умерла от рака мужчина же это ее муж покажу еще одну фотографию давайте посмотрим вот эту девочку тоже эта девочка дата рождения есть на самом деле сейчас я посмотрю только дата рождения сейчас и скажу 26 апреля 74 года зовут как галя и и значит 74 да что у нас получается 43 года и сейчас в том можете сказать сразу буду говорить она жива чтобы не было каких-то этих да вот какие что она из себя как личность сегодня представляет такие ее качества если можете сказать гайда галя да во втором 26 апреля 74 года достаточно конфликтный человек есть проблемы брачных отношениях тоже психосоматика очень такая она мнительный человек сама в себе может не то что ковыряться но сомневаться при этом очень агрессивная может быть в отношениях как бы с людьми ощущение как ощущение какой-то хваткой ощущение какой-то хваткой женщины которая может все держать своих руках ну присутствует негатив по здоровью тоже проблему в сексуальной сфере достаточно какой-то странный заработок может быть человек зарабатывает на ее это не устраивает на данный момент времени какая-то проблема присутствует в семье возможно переживала уход чей-то либо сама была в пограничном состоянии достаточно ли спасибо геннадий что можете сказать ну проблем это психосомантика тоже нарушена но что могу сказать все таки на слабовое не живет она сильно хорошо все что сказала елена на 90 процентов правильно не могу сказать 10 процентов что не знаю по поводу сексуальной жизни и всего остального если проблема в семье не знаю но есть конфликт потому что я когда-то делал сам нумерологии считал и дело в том что она сегодня занимает высокий очень пост она сегодня говорит о она сегодня вице-президент очень крупный одно из крупнейших брокерских компаний в мире в общем то ну там их много вице-президента в разных разделах и так далее то есть очень серьезное качество но что самое интересное это не ее качество то есть ее натуральные качества она очень хорошо разбирается в красоте и в одежде то есть она могла бы быть или дизайнером или хозяином какого-то бутика с моей ну да она в принципе не пошла не по своему пути на своим как бы занимается она и не радует и по поводу того что потеря да у нее очень серьезная было у него умер папа когда она была очень маленькой и это до сих пор переживается в общем то но семья очень хорошая очень позитивная очень хорошо стоящая на ногах может врач очень хороший тогда в америке это серьезная вещь а ну так что здорово здорово оценивает кстати у нас в чате пишут о том что елена молодец это таки да дорогие друзья еще раз лишний раз говорит о том что у нас очень серьезные люди и они обладают очень серьезными качествами надо сказать что геннадий лобанов а его все таки специальность большее направление это энергетическое целительство но который занимается энергетическим целительством тоже обладает очень многими качествами просто еще раз подача может быть у всех разные хочется вам показать парочку книжек а значит смотрите они все имеют между собой что-то общее но две из них выпадают из скажем так общего давайте я покажу первую книгу я убрал все то что можно было убрать оттуда тут я ничего не убирал поскольку это древняя как вы видите рукопись какая-то понятно это плохо видно но я потом при обработке все это покажу вот это древняя рукопись какой-то книги книга ну не знаю вот что вы видите по этой книге сразу могу сказать что вот эта книга я убрал оттуда название книги и о чем идет речь то есть давайте мы поместим их вот так вот так вот да вот мы их поместим так дальше значит смотрите следующая книга вот такая книга но говорите пока об этом а я сейчас принесу еще одну книгу на экран вот это черная книга и вот это вот раскрыто это одно и то же да вот это черное и это черное не одинакое раскрыто это 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 одно и то же только это изображение у меня ощущение что во первых это либо пергамент либо кожаные листы может быть что это о чем идет речь в этой книге это может быть тоже религиозно просветительскими какими то по общению с людьми что-то связано с любовью к миру может быть что-то религиозное больше так геннадий такое же мнение или другое мнение нет немножко другое это все таки там записаны какие-то древние обряды и рецепты так очень старинная не ну смотрите у нас так все книги старинные были когда-то я показываю действительно книги старинные за исключением ну возможно одной какой-то которое написано было достаточно недавно относительно недавно у меня было ощущение от слова коран но я не знаю что это связано не с этими книгами может это просто было бы на полный экран я вам сказал что это что-то связано с просветительством в плане вот идеологически я бы так сказала геннадий мы не давайте я понял вашу точку зрения вот эта книга красненькая это что за книга она имеет что-то общее со всеми остальными книгами по всей видимости нет то же самое только переизданная окей перейдем последние книги а потом я расскажу вот эта книга последняя коричневая как раз на коран похоже чем-то по ощущениям ну и либо библия ну что такое но мне этот может быть вообще что угодно по сути такие рисунки делают обложки вы не обращайте внимание на оформление там она не имеет ничего общего оформления это просто бензин какой-то и все вы же понимаете как издаются книги вот эта книга да она несет в себе она ничего там а это оформительское просто решение вот это вот правый книг который мне показал на у меня справа не знаю мне вообще никаких ощущений по сути нет потому что она может быть если она лежала на столе фотографии больше дала информация так это вообще ощущение как вот на в карел дро делают обложки безликость какая-то для меня это безликая сейчас книга ну давайте тогда буду есть ощущение по этой книге но я тебя хочу сказать елена ты вот про эту книгу очень много знаешь на самом деле хотя и во все остальные вы знаете но эту книгу информации правильно давайте я тогда буду вам говорить а лен несмотря ни на что абсолютно точно я должен контактировать вот первое вот эта книга эта книга вот эта книга черненькая вот я сейчас ее двигаю и вот эта книга древняя книга это одна и та же книга и называется на библии не что-то в этом роде а этот и четко обрисовала и описала более того ты сказала идет ощущение корана вот эта книга это коран просто я оттуда убрал слова коран и кто написал для того чтобы ну вот это сеть усложнить но я сто процентов согласен о том что это скриншот и это она не не ну она не дает того представления которое могла бы дать книга настоящая книга это во первых это фотография во вторых это действительно скриншот чего-то но тем не менее тем не менее я должен отдать должное это было попадание и очень серьезное а вот эта книга а вот эта книга что самый кстати ген ну ты тоже прав потому что там есть рецепты как правильно себя вести это абсолютно точно там же там же нету это не художественное произведение как мы сами понимаем не роман да вот книга то что я сказал елена они хорошо осведомлено или о том человеке который писал это это книга говорит эта книга скриншот книги булгакова избранное произведение поэтому я сказал у себя там на заднем плане висит и ты много чего знаешь про булгакова вот это не для булгакова издание вот это кто-то левой рукой голове у себя поковырялся я понимаю не надо даже объяснять во первых я знаю о чем идет речь кто вы есть из себя дорогие друзья более того наши телезрители которые сейчас прямом эфире они это тоже уже видят они об этом говорят поэтому все все классно дело в том что почему я выбрал именно этот скриншот этого почему чтобы запутать как говорится почему потому что вот если вы посмотрите вот эту книгу и библия ну венди почти одинаковые то есть именно для того чтобы запутать и здесь я конечно мог бы сделать так чтобы было более так но для этого надо было бы тогда этим заниматься идея была не это хорошо спасибо большое это интересно мне кажется сама идея проведения этих вот ну не знаю телемосток в данном случае потому что геннадий на хэнгауте лена находится на скайпе наши радиослушатели телезрители наблюдает это все на своих экранах я нахожусь в чикаго мне тут майкл милик и это наша первая такая программа и еще раз дорогие друзья если вы хотите частной информации я сейчас напишу куда писать это все она нигде не будет афишироваться и она будет дана только тем людям которые захотят участвовать там будет определенные условия я никто уже скажу уже нет времени сейчас будет совсем другая программа где я буду ведущим но на другом эфире спасибо до свидания